Дамы и господа, добрый день! Это логический формализм реконструкции истории человечества, теоретические основы реконструкции истории человечества, его первая часть. Мы начинаем с того, что у нас есть закрепленное в учебниках, пособиях, справочниках и даже видеоматериалов традиционной версии мировой истории. Или традиционная история, которая ясно следует из традиционного культурного кода. Тем не менее, мы как представители материалистической науки хотим узнать прошлое независимо от традиционного культурного кода, независимо от традиционной истории. Мы берем, проявляем нашу доточность, разворачиваем учебники истории, потом мы обнаруживаем, что в основе учебника истории лежит некая совокупность хроник, В хронике это все-таки как-то худо-бедно-бедно-худо-исторический материал. С ними можно и нужно что-то делать. И нас берет чисто спортивный интерес, каким образом на основании данных хроник мы можем с максимальной достоверностью познать прошлое. Задача, в общем-то, не легкая. Можно, разумеется, пойти по пути не только нарративными источниками, то есть не только хрониками. Если у нас эпоха более-менее достоверная, эпоха покрыта средствами массовой информации, эпоха покрыта актовыми источниками, не только нарративными источниками, то есть не только хрониками и летописами. Значит, следам от этой эпохи, которые отражены в исторических источниках, верить можно. В случае же, если от некой эпохи остались нарративы и не осталось никаких актов, или осталось актовых источников очень и очень мало, ну, о средствах массовой информации мы даже вопросов не ставим, то мы обязаны достоверность реконструкции этой эпохи на основании этой хроники ставить под сомнение. И здесь бы возникал весьма логичный вопрос. А что же делать с теми нарративами, которые попадают в эти эпохи, и на которые мы в вопросах реконструкции истории человечества, в общем-то, не можем натуральным образом опираться? Разумеется, мы можем перейти на уровень стопроцентного нигилизма и не видеть в этих хрониках никаких рациональных зерен, никакого материала для реконструкции истории человечества. При этом мы бы не заметили материала, который по тем или иным соображениям, преимущественным соображениям текущей политической конъюнктуры, был перенесен из эпох более поздних в эпохи более ранние, в традиционную историю. А можем вести себя иначе. Мы все-таки попытаемся создать ту логическую структуру, которая на основании совокупности имеющихся хроник, позволит дать хоть какой-то ответ на вопрос, а как же было на самом деле. Или, если сказать на языке этого самого логического фармаизма, мы будем пытаться создать наиболее достоверную версию реконструкции. С точки зрения логики, мы столкнулись с той ситуацией, что нам удобнее всего и проще всего идти от конца. Здесь есть один тонкий момент. Идти от конца в данном случае означало бы рассмотреть сперва конечные блоки логической цепочки, в отличие от текстовой версии нашей работы, где такой логический прием не применяется и идет последовательное рассмотрение именно сначала. Еще раз мы будем рассматривать конечные звенья нашей логической цепочки рассуждений, где речь идет о совокупности вероятных оригиналов, рассматриваемых нами хроник. И мы на основании совокупности вероятных оригиналов различных хроник можем строить те или иные версии реконструкции. Мы берем некий вероятный оригинал первой хроники, некий вероятный оригинал второй хроники и так далее, и так далее мы перевираем хронику за хроник. О технологических подробностях этого процесса мы расскажем здесь немножко подальше. Ну и в результате на выходе мы получаем некую совокупность версий реконструкции. Возникает резонный вопрос. Таким образом, из получившейся совокупности версий реконструкции мы бы могли выбрать оптимальную. И здесь нам на помощь приходит математическая статистика. И версия реконструкции, которая претендовала бы на роль искомой и максимально достоверной, должна была бы быть минимальная система противоречивой. Или добивалась бы максимальных рейтингов в некой другой системе сравнения. Если мы говорим о минимальной системной противоречивости, то мы говорим о неком математическом параметре, которому мы можем описать количество этих самых системных противоречий. и мы этот параметр на выходе просто берем и минимизируем. Итак, для того, чтобы из этой совокупности хроник построить какую-то версию реконструкции, мы должны знать, каким образом или сами хроники, или события из этих хроник, мы должны знать, как сами эти хроники перемещать на некой глобальной оси. Вот здесь вот начинается одна очень интересная вещь. Дело все в том, что в современной исторической науке нет единых, маломальски удовлетворительных представлений о становлении и развитии мировой хронологии. У вашего покорного услуги уже выпущена книга, очень популярная версия его диссертации под названием «Как возникла глобальная хронология». Мне очень неловко, с одной стороны, за некое забегание вперед, с другой стороны, за совершенно очевидный рекламный блог. Сейчас эта книжка приводится в порядок, и в ближайшее время ее новая версия будет подготовлена к продаже, к великому счастью она будет содержать немалое количество других очень интересных, важных, нужных, привлекательных, серьезных фактов по данной теме. Но, но, с этими хрониками, которые расположены определенным образом на временной версии, мы должны как-то более-менее, менее-менее, более забираться. То есть, если мы говорим, что хоть как-то, каким-то образом, образом хроник из летописей, мы можем переносить, говорить о каких-то временных сдвигах, то было бы неплохо ввести такое понятие, как вероятный оригинал этой хроники. Было бы неплохо. То есть, вероятный оригинал, мы говорим, что хроника, допустим, описывает какие-то 50 или 100 или 150 лет. Из минус 7 века, из 7 века до нашего эра, мы вдруг начинаем эту хронику как-то туда-сюда перемещать, по гривену России, и мы говорим о том, что, соответственно, в той или иной версии реконструкции эта хроника должна быть на том или ином месте. Для того, чтобы такие манипуляции проводились, мы должны определить очень четко такое понятие, как вероятный оригинал данной хроники. В частности, если мы ее перемещаем на 1000 лет, на более поздние времена, мы говорим об одном вероятном оригинале, а если мы перечнемещаем на 1500 лет, мы говорим о другом вероятном оригинале, это будет это. То есть, мы начинаем говорить о логически-формальных вещах. Это хорошо. Значит, на следующем этапе, уже мы начинаем не идти по логической цепочке, назад мы начинаем идти по логической цепочке вперед. Из этой самой совокупности хроник мы можем строить версию реконструкции. Прекрасно. А что же делать дальше? А дальше очень просто. А дальше мы опять возвращаемся к тому логическому приему, что мы берем различные факты из мировой истории и сравниваем с этими версиями реконструкции. Просто берем и сравним. И что получается? Получается та самая задача. Минимизация параметра, который отвечает за количество системных противоречий в той или иной версии реконструкции, мы поразграшиваем. Что наиболее достоверная версия реконструкции в истории человечества будет являться та, которая содержит минимум таких системных противоречий. Все здорово, весело, славно, логично. И сейчас мы идем дальше. Что поскольку мы уже как-то начали интуитивно так нащупали такое понятие как хроника, как вероятный оригинал этой хроники, мы идем дальше. Что было бы неплохо как-то определить такую вещь, как отдельные исторические факты, которые мы берем с хроникой. И было бы неплохо, ввиду размытости такого понятия, как исторический факт, его как-то более-менее формально определить. Простите, а вот факт описывается некоторым количеством параметров. Время, место, персоналия, суть событий. Вопрос, где мы его можем разместить на мировой оси? И как наиболее корректно вообще-то с ним оперировать? Дело все в том, что мы получаем суть событий. Ну, например, там состоялась какая-то свадьба, состоялось какое-то рождение, состоялась какая-то драка, какая-то словесная перепалка, дискуссия, акт купли-продажи и так далее. Есть, ну, какие угодно исторические факты мы можем рассмотреть. Или кто-то кому-то пощечину врезал. Тоже исторический факт, между прочим. Ну, и, собственно, а что с этим всем делать? Ну, это как суть событий более-менее понятно, что это не растяжимый параметр. Вот все остальные, ну, и имена участников этих событий, их количество, дальше время, место, являются параметрами весьма-весьма растяжимыми. Так вот, для того, чтобы с этими растяжимыми понятиями работать как-то более-менее-менее-менее-жестко, вводится такое понятие, как факт от трактовки. И эти факты от трактовки иногда оказывают совершенно чудесной вещью. Их, эти факты от трактовки, разумеется, можно адаптировать к той или иной версии реконструкции. И по ходу адаптации мы видим то, каким образом существующая факта от трактовки наилучшим образом адаптируется к той или иной версии реконструкции. То есть, грубо говоря, если у нас версия реконструкции затрагивает 11-12 лет, то мы можем адаптировать тот или иной факт к академическому 12-му лету, когда он будет выглядеть без системных противоречий. В одной факте от трактовки мы можем этот же самый факт адаптировать, к примеру, к 15-му, 16-му ркафу. Это в другом факте от трактовки. Мы можем адаптировать ко 2-му, 3-му тысячелетию до новой эры. Это будет 3 факт от трактовки. Сейчас одно существенное замечание в связи с таким понятием, как факт от трактовка. Факт от трактовка – это то же самое, что вероятный оригинал. У нас модель здесь простейшая. Факт от трактовка – это то же самое понятие, что и вероятный оригинал. И, наконец, самое последнее. К чему мы идем, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что до того, до того как дать определение о том, что такое исторический факт, было бы неплохо рассмотреть. В очень банальном уровне такое вещь, как историческое событие. Вот историческое событие о том, что произошло. Это, грубо говоря, когда какие-то параметры меняются, меняются динамики. Ну и это динамика, одноразовые тьмы и параметры. Ну и можно четко поговорить о статике. Это когда от одного временного момента до другого временного момента эти события не меняются. Вот. И тогда, если у нас по-прежнему здесь задача материалистической и исторической школы создать максимально достоверную версию реконструкции истории человечества, то мы просто идем обратно по этой цепочке. Только единственное, что идем по этой цепочке несколько более подробно. А если эти более подробны, то мы говорим так, вот есть пункт первый, историческое событие, которое в общем случае связано с единоразовым изменением параметра время, место, персонал и события. Есть картина положения дела. Есть у нас определенный механизм того, как это событие может быть отражено в одной хронике, в некой. Как оно отражается на временем осени. То есть одно, грубо говоря, и одно и то же событие может быть отражено в временем оси резко по-разному. Оно может быть отражено резко в разных эпохах. И на рисунке сейчас это изображено. После этого что? После этого можем взять не одно событие, после этого можем взять некую совокупность событий и примерно показать, как нам в временной оси ляжет вот эта вот совокупность событий. Ну, если идти дальше, если идти дальше, мы абсолютно аналогично можем перейти от единоразовым фактов к хроникам, к цельному сбору взаимосвязанных фактов. Известно, факты могут быть взаимозависимы, могут быть взаимонезависимы. Что касается нарративного материала взаимозависимости, здесь в роли такового выступают хроники и летописи. Что касается материалов взаимонезависимых, так наоборот. Здесь мы скорее рассматриваем различные акты. Здесь мы можем рассматривать произведения различного фольклора, которые отражены в легендах и мифах. Тоже, тоже достаточно интересный материал, чем хорош миф. Там достаточно четко видно событие. Суть события там видна достаточно четко. Где все это происходило, как звали участников событий, когда это все происходило, абсолютно резиново, абсолютно растяжено. На то он миф. Как категория исторической культуры. Как категория культуры вообще. Так, продолжим на то, с чего начали, то, на чем мы остановились. А теперь мы идем, собственно, по обратной цепочке. То событие, которое произошло, оно было как-то отражено в хронике. Повторяемся. То событие, которое произошло, было отражено хоть как-то, хоть в каких-то исторических документах. У нас есть некая совокупность исторических источников, то есть исторических документов. Мы извлекаем из них те или иные факты. То ли факты связанные, то ли факты независимые. И мы на выходе имеем некую совокупность вероятных оригиналов или совокупность фактов трактовок. Вот, собственно, все достаточно несловно, как вы видите. Поскольку мы, если на основании чисто и сугубо этих вероятных оригиналов, эти различные вероятные оригиналы, различных фактов, можем как-то между собой сплетать, но как-то более-менее понятно, что мы можем взять первый вероятный оригинал первого факта, второй вероятный оригинал второго факта, пятый вероятный оригинал третьего факта, в общем случае, житый вероятный оригинал некого и того факта, если позволить себе вообще говорить на математическом языке, что здесь необходимо. И мы можем как-то осуществить наш план смелый по построению совокупности версий реконструкции. Это для нас было бы очень актуально для всех тех событий, которые, я хочу подчеркнуть, находятся в раннейшем рубеже хронологической удостоверенности. Несколько иначе обстоит дело для тех событий, которые находятся хронологически более близки нам временно относительно рубежа хронологической удостоверенности. Там наш логический формализм не является волшебной палочкой, не является панацеей. Собственно, он зато очень для работы, наоборот, на те времена, которые оставили после нас очень небогатый набор источников. Идем дальше. Мы очевидны, что можем не совокупность версии реконструкции, можем построить на основании чисто этих фактов трактовок, чисто этих вероятных оригиналов. То есть, если один факт по времени и по месту где-то дает, к примеру, 4 вероятных оригинала по времени, 3 вероятных оригинала по месту, то же самое 3 или 4 или 5 вероятных оригиналов по персоналу. Или, может, более корректно говорить, только 2. Итого, соответственно, если мы остановимся здесь на неказистой цифре 2, то все равно 4 на 3 на 2 у нас получается 24 уже не очень маленькая цифра. Есть вот таких фактов. В мировой истории было 20 тысяч, что мы можем это самое число 24 построить, ну, допустим, количество серьезных факторов, которые были извлечены из актовых источников. Вот мы, соответственно, получаем 24 может на 20 тысяч, это вообще получаем мы на выходе 480 тысяч версий реконструкции. Это устрашающая цифра. Просто устрашающая, совершенно очевидно, что с этим. Кто нам приходит на помощь? Нам приходит на помощь хроники. С хрониками, то есть связанные между собой факты. В чем привести хроника? Хроника просто так не возникает. Разумеется, весь источник хроника можно и нужно проверить на взаимную систему непротивотеречивости. Ее можно и нужно проверить на наличие так называемых эмотивных сигналов, то есть сигналов, которые свидетельствуют с ее завидом и недостоверностью. Более подробно об этом в одном из следующих лекций мы постараемся рассказать. Ну, а пока мы берем и те же самые манипуляции по построению вероятных отригиналов мы проводим с хрониками. Примерно прикидываем, ну, можно даже на глубоко интуитивном уровне, можно, исходя из определенных традиций источника видения, примерно прикидывать наиболее вероятные временные сдвиги и, соответственно, когда мы себе будем представлять вот эту совокупность наиболее вероятных временных двигов этих хроник, представим наиболее вероятную совокупность вероятных оригиналов этих хроник, что и отражено на рисунке. И, пожалуйста, на следующем этапе из этих совокупностей хроник мы строим совокупность версии реконструкции истории человечества с одним маленьким тонким моментом. Если и для хроники, и для какого-то факта его изложение, его представление в историческом языке будет таким образом, что, скорее всего, его не было вообще, то есть мы можем говорить о так называемой нелегистической факте трактовки, и просто, просто в построении итоговой версии реконструкции, либо этот факт, либо эту совокупность, либо этот совокупность факта, то есть эту хронику, просто не брать. Просто не брать и все. Потому что, простите, если это сказки, причем сказки, ну, или с трудно разгадываемым, или с неразгадываемым оригиналом вообще, то, простите, зачем нам такое? Зачем нам такое? И, соответственно, спрашивать, то совершенно очевидно, что для нашей задачи наиболее достоверное опознание прошлого, они никак не подходят. А еще раз хочу подчеркнуть, наша задача, это задача материалистической и исторической науки, наиболее достоверное познание прошлого. И касательно самих хроник, и касательно самого процесса построения вероятных оригиналов хроник, мы должны придерживаться трех принципов. Первый принцип, принцип непрерывности, он совершенно банальный, он совершенно легко понимаем, что, получив версию реконструкции, должно быть непрерывным. То есть, никаких временных лакуумов, которые описывают события на том или ином местности, в том или ином географической территории, не должны быть. Второй принцип, принцип оригинальности, который гласит в том, что если мы рассматриваем некую местность, некую географическую территорию, то наиболее достоверную версию реконструкции на этой территории, мы можем получить лишь на основании одной хроники. Если же этот же исторический период в этой же местности будет описываться несколько других хроник, и эти хроники начнут друг к другу противоречить, то мы говорим сразу. Или одно, или другое. Соответственно, отсюда следует принцип оригинальности. В тот или иной географический интервал, на том или ином месте, в совокупность версии реконструкции, должна войти лишь одна хроника. Принцип принцип оригинальности древней. Этот принцип следует из фатальной традиции исторической науки, которая следует из лозунга «чем ты древней, тем ты авторитетней, тем у меня больше прав на эту территорию». Именно поэтому весьма маловероятно, что если традиционная история относит это событие где-то примерно к 17 веку, а само событие где-то произошло реально в 13-14 веках и так далее. Хотя, в принципе, это не исключено. Если, вероятно, оригинал находится на временной оси существенно раньше, чем само событие, то такая версия реконструкции маловероятна. Идем дальше. У нас вырисовывается следующая картина. Некая совокупность версии реконструкции, которую мы построили из различных ромок. Независимо от нее, некий набор единоразовых фактов, которые порождают набор единоразовых фактов трактового. И как лучше всего с этим поступить? С точки зрения вашего покорного слуги, можно, конечно же, встроить, каким-то образом приклеивать этим совокупностям в сфере реконструкции, которых очень много, еще различные факты, и фактов трактовки, тогда их будет вообще очень много. Можно сделать веселее. Можно вот эти вот различные факты просто использовать на втором этапе как проверочный материал. Тогда вырисовывала такая ситуация, что у одного факта будет несколько фактов трактового, которые в плюс будут играть в той или иной версии реконструкции. В результате эта рейтинговая сравнение будет выглядеть таким образом, что рано или поздно версия реконструкции истории человечества вынесутся. Дамы и господа, дамы и господа, доброе время суток. Позвольте всех поздравиться 9 мая и позвольте вынести на ваш суд то, что у меня получилось в качестве первой лекции, посвященной достижениям российской междисциплинарной естественно-научной школы под названием «Логический формализм реконструкции истории человечества». Те пейзажи, которые мелькают на большей части экрана, это пейзажи, связанные с тем районом Москвы, где я обитаю под названием «Логатинский затон», надеюсь, они достаточно уместны, изящны, надеюсь, вас не раздражают. Все свои мнения, соображения писать можно. Еще раз хочу повториться, все, что вы хотите увидеть в нашем формализующемся, но не до конца еще формализовавшемся лектории, пишите открытым текстом. Мы постараемся это для вас сделать. А к нашей первой лекции очень хочется отнестись как к 9-майскому подарку. Спасибо. Продолжение следует...